И доброго времени суток, дамы и господа, тут немножечко протестируем, поиграем в игру под названием Expeditions. Немножко новый жанр для моего канала, потому что в основном мы играем в шутаны и всякие, всяких гоночек и игр про бездорожье у нас нету. Но это такая игра, типа под релакс, так на фоне включить, посмотреть. Итак, предисловие небольшое, я уже играл в SnowRunner, немного катался в MadRunner и даже, помнится, запускал самую первую SpinTyrus, которая была чисто такой демкой. Вот, игрули от наших разработчиков, классно делают, нам говорят начните движение вперед. Чувствительность мыши здесь не особо важна, вот, поэтому мы тихонечко начинаем движение. Здесь очень красиво проработаны все детали кузова, все болтается, все шатается. Грязюка под машиной месяца вообще, очень красиво. Вот, мне сейчас хочется протестировать то, как будет записываться именно игра, потому что до этого я делал запись... Запись экрана, то есть... И у меня порой вылетал Nvidia Broadcaster вонючий. Так, мы сейчас едем, значит, на заднем приводе, скорее всего. Не, все-таки я чувствительность мыши убавлю. Сделаем 0.38, вот так, например. Во, полегче маленько, а то мышку вращаешь, тебя кидает просто стороны в сторону. Вот мы прибыли к точке, а что за точка? А, нет, нам дальше, нам дальше. Эта игра более живописная, нежели SnowRunner, там все в таких... Не в таких пестрых тонах. Посмотрим, что нам преподнесет это, Expeditions. Чтобы двигаться дальше, требуется АВД, так будет проще ехать. Да ну! Да ну не! Нахрен выключим полный привод. Мы грязи не боимся, мы попытаемся проехать на заднем. Да, она и на заднем идет. Ладно, понял. Придется полный привод подрубить. Хорошо. Немножко вязнет машинка. Но в целом идем неплохо. Очень хорошо. Так, дальше что нам требуется? Зажажь Shift, включите пониженную передачу. Это мы умеем. И блокировку дифференциала. Вот так вот прям по жести мы пошли, да? Ну тут, конечно, бревна попадаются. Бревна в грязи это страшная вещь. Она может как бы спасти, таким может вам навредить. Потому что бревно, покрытое сырой глиной, становится очень скользким. А колесо в него упирается и начинает взрываться внутрь. Так, я бы дифф выключил. Но он тут не особо нужен. Вот мы и доехали. Так, этап завершен. Хорошо. Что нам нужно? Так, передать интро. Ага. Что-то мы там забрали. Теперь, удерживая Shift, включить автоматический режим с помощью... Ага. В целом, очень похоже управление на SnowRunner. То есть, прям один в один. Единственное, что я видел в интернете, что здесь много разных новых примочек есть. Вот, например... Здесь пока не видно, но вот в устройствах... Типа, есть дрон. То есть, мы можем при помощи дрона куда-то слетать, что-то посмотреть. Узнать, как там местность вообще, что там происходит. Посмотреть, как у нас машина стоит. Также тут есть бинокль. То есть, сидя в машине, мы можем приблизить куда-то и посмотреть, куда нам нужно. Вот, ну, например, вот туда. Типа, что там стоит. А там машина под навесом. Есть еще лебедка. Ну, это классический сценарий. Лебедка, можно цепляться и просто нажав кнопку F. И еще есть эхолот. Позволяет измерять глубину водоемов. Тоже неплохая тема. Он одноразовый? Видимо, нет. Ну, прикольно. Такого не было раньше. Меняйте давление. О, давление в шинах. Окей. Так, потребление топлива увеличивается. Давление мы скинули. И шины реально такие уже подспущенные прям. Такие мягонькие. Шноркеля на машине нет. Большого упущения. Но в целом она высокая. И вот мы на подспущенных резинах без понижайки, без блоки дифференциала спокойно едем. Но можно включить понижайку и блокировку. И она вообще как по маслу пойдет здесь. При том, что колеса достаточно сильно утопают. Ну, это не дурно, я вам скажу. Это прям бодрячком. Так, этап завершен. В экспедициях вам потребуется проделать большие растения. Для этого я рекомендую брать с собой канистр с топливом. Окей. Так, заправимся. Я думаю, сейчас выйдем на твердую поверхность. И чтобы не разбортовать машину, мы поднимем давление до нормального. Выключим понижайку. Если ваш транспорт поврежден, воспользуйтесь запасными деталями для починки. Удерживаем контрол. И... И... Че тут? А, деталь выбрать. Колеса мы не можем починить. Коробка передач. Бак. Подвеску чиним. Двигатель. А колеса починить мы не можем. Отлично. Переходим на автоматическую. Вырубаем полный привод. Здесь мы и без того справимся. И тихонько катим. Ну вот и приехали. Первое задание выполнено. Кайф. Реально просто релакс. Расслабление в этой игре. Вроде бы, ну как бы занимаешься не такими уж и сложными вещами. Тихонько катаешься. Так, выберите регион высадки. Офигенный выбор из одного. Так, экспедиции. Окей, первая экспедиция. Ну давайте ее тут тоже выбирать не приходится. Так, выбрать машину. Можно, я так понимаю, выбрать четыре машины. Это у нас вездеход. Прокачанная нива. Берем ее. Так, в инвентарь. Домкрат. Тоже что-то новенькое. Якорь. Дальномер. Дополнительный бензин. Нельзя, да? Окей. Так, назад. Следующая машинка, которую мы возьмем. Тоже вездеход. Это скаут. Скаут. И такой вездеход. Больше. Более прокачанный. SE, видимо, облегченный. А этот более мощный. Да? Ну давайте его. Тут в инвентарь можно много чего напихать. Так. Видеокамера. Световой маяк. Радиостанция. Портативная метеостанция. Портативный бур. Запаска. Это все у нас есть. Якорь и домкрат. Деньжат у нас хватает. Это все мы берем. И еще можно машину взять. Давайте вот чисто по приколу как бы возьмем вот этот. Какой-то груз. Ага. Крыша. Крепление для света. Прокачивать машины. Это мы любим. Вот такой силовой бампер будет очень кстати, если будут какие-то подъемчики. Крепление для света мы поставили. Аварийный запас M. Тяжелые силовые пороги. Можно зацепиться. Грузовые корзины. Крепление для колеса. А это что? В личное время запас топлива и запишем. Давай. Кажется, я сейчас все бабки потрачу. Низкопрофильный выхлоп. Хромированный выхлоп. Перфорированный. Красота же вообще. Так. Дисочки какие-нибудь красивые. Вот эти неплохо смотрятся. Модули рамы. Модульная. Давайте платформу возьмем. Здесь все. Так. Красочка. Какая-то там была. Ну ладно. Оставим пока эту. Она в любом случае для нас новая. Поставим более мощный двигатель. Многоступенчатую коробку передач. Подвесчик повыше. Шины соответственно. Внедорожные. А в чем отличие? По камням хорошо. На бездорожье хорошо. Но эти характеристики будут получше. Так. Лебедка. Удлиненная тяжелая. Окей. Шноркель. Шноркель тоже подойдет. Модули рамы. Грузовой борт. А я вот не знаю. На грузовой борт можно будет что-то нахерачить потом. Или нет. Поэтому пока что мы рисковать не будем. Берем инвентарь. Блин. Я уж испугался. Думал денег не хватает. А это все мы остальное уже взять не можем. Окей. Ну я думаю мне трех машин хватит. Начинаем. Пара-пара-пап. Пью-пум. Вот они три наши красотки. И что нам нужно делать? Ааа. Добраться до перекраска. А у нас все ли имеется на этой машине? Так. Снимаемся с ручника. Уууу. Блин. Рядом трак. И что? Я пока. Ё-моё. Как она? Тяжело в поворот идет? Вот такая вот у нас кабина. Начинается прям. Евротрак симулятор. Во время экспедиции вам потребуется ориентироваться на местности. В этом поможет мини-карта. Ооо. Да ладно? А. Подождите. Это и есть мини-карта? Блин. Я думал можно будет на экран как-то вывести. Вы отправились в экспедицию без необходимого оборудования. Ля-ха-на-та-ха. Ладно. Давайте запаркуемся обратно. Аккуратненько так. Во-первых, подрубим полный привод. Чтоб было веселее шевелиться. Ага. Главное не поцарапать своих ласточек. Я думаю, сперва следует съездить на разведку. Аккуратненько так. Тап устройства. Контрол. А как переключиться на другую машину? Да. Вот мы и попали. Шифт, контрол. Ай. Инвентарь. Серьезно, ну. Зачем ты капс включил? Не, ну блин, вы серьезно, ребят? Так. А... Тут... 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 Там... Тут... Так. Ладно, не будем гадать. Вправление. Э-э-э... так 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 функции в а точнее почему они сейчас не работают ну ладно допустим но у нас есть домкрат и чего прикажете делать ну и чё и на это ты на спустишь машинки странно что когда рядом стоишь ты не можешь обменяться оборудованием да на этой машине можно ехать вот такой вот у нас салончик шишиги ядрен пса ти же как высоко мне сидеть аккуратно не переворачиваемся так давай там устройство используйте эхолот этим я и хотел заняться а шноркель то мы не поставили да тут достаточно глубоко а вот там у меня был шноркель я бы на то и спокойно проехал хорошо блокер и и пониженная блокировочка так вот тут у нас не такой большой уровень воды в целом можно проехать спокойненько нормально проедем но у меня это и так есть бортовой кузов этап завершён ха-ха блин поднял то что у меня уже было я не знал что не надо заполнять полностью всё окей исследуйте ближайшую гору с помощью дрона так дружище давай поднимайся наверх а это нашивка и чё мне надо подлететь сюда ага хорошо отключите дрон и продолжите поиски управляя машиной я думаю что для поднятия в такую гору нам надо спустить давление в шинах так и на поднижайки мы тихонько сейчас вылезем вообще без каких-либо проблем без каких-либо препятствий мое почтение так можно давление обратно поднять превосходно так выключим блокировочку и понижайку переключим на автомат ну как рвануло сразу с места этап завершён нам надо бы резко остановиться ага там кстати какие-то припасы снизу мы же туда сможем спуститься да мы же мощные ребята да и подняться в целом потом сможем ну-ка давай тихонько 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 да оп 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 нормально нормально идём 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 вы нашли брод а мне их положить некуда металлолом металлолом и якорь отлично вообще супер конечно мне положить уже некуда я перестарался маленько с подбором инвентаря так вот здесь нам потребуется пониженная блокировка и ещё плюсом давление в шины давай аккуратно без переворотов без кувырков всяких там аккуратно по камням почему я вообще прокачал исключительно тот вездеход вообще не понимаю так давай тихо не разбортовываемся нам ещё тут вылезать вот в эти камни я думаю тут даже лебёдка не понадобится достаточно просто заехать вот сюда с такой как бы некой раскачки вот так вот да её под собственным весом развернуло на камнях шикарно шикарно также можете найти лебёдку мини устройств вот она она мне не нужна сейчас мы без лебёдки хорошо справляемся ну блин красота пейзаж просто ядрёные как ядрён батон прям хочется выражаться матом но увы это не приветствуется в кругах культурного общества youtube пользователей активируйте режим доставки это как ай тап контрл мы не зависли эээээ.. смех эээээ.. ладно давай ээээ ну интуитивность игры Оставляет желать лучшего Ладно, давайте Окей Е, Т, Р Т это давление Давление обратно Иногда в экспедициях вам потребуется заниматься доставкой квестных предметов или строительных объектов Доставьте радиостанцию Ф доставить груз А у меня была радиостанция Неплохо А, кстати, место освободилось в багажнике Так, этап завершен При помощи бинокля Можно осматриваться Так, это мы стоим А нам надо Найдите отмеченную область на карте И рассмотрите ее, нажав М Ну, давай Опа Мы нашли припасы Я могу что-нибудь еще найти Ну вот, например, могу найти свои машинки Вот они стоят, скучают Опа, еще припасы Нормально Так, дальше-то что? Еще продвинуться надо Этап завершен Используя дрон, вы также можете исследовать неизведанные участки карты Это какие? Вот это типа? Допустим Допустим О чем мы тут еще не изведали? Может тут нашли брод Слабый сигнал Вернись Другую сторону надо осмотреть Красивый подсье машины Неоу Ну да, такой себе, конечно, не очень красивый Че я тут должен исследовать? Алло Все? Не, ну я должен исследовать вот то место Еще раз дрон Опускаться на контрл Это достаточно интуитивно Но я просто сюда уже заезжал Коряга Ну я ее нашел Стой, 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 стой Вот это место Так я же его уже видел Вот, сунулся куда не надо Раньше времени Окей, поехали Залезем туда самостоятельно Тем более место у нас освободилось Мы сейчас вообще молодцы, храбрецы С ручника заходим в поворот И ныряем во враг Чутка не хватает нам, конечно, поворачиваемости Но мы не на монстр траке У которого проворачивается передняя и задняя ось Всем приветули, ребятули Так Давайте заберем здесь Ну, например А, мы тут лишь обменять можем, да Че это такое? Потоловушка А я в бортовой... В бортовой кузов-то никак, да? Пустой слот Ну, сомнительно Ну, окей Световой маяк Видеокамера Давайте поменяем А это что такое? Мы застряли Что-то прям конкретно как-то застряли У нас еще и видимых точек крепления нету А давайте-ка опробуем вот эту вот штуку Которая Называется Якорь Я его могу в пределах Ага Так, супер А нахрена мне эта коряга? Типа я на нее залезть должен или че? Я вообще ничего не понимаю Ладно, ну допустим Полезем дальше Нам нужна пониженная и блокировка Главное не перевернуться А я якорь одноразовый, да? Угу Отлично Ну что ж, пробираемся дальше Тихо Ловко Не спеша Так вот, ныряя мордой в нос Так Добраться до следующей точки Да вы че Меня просто по карте решили погонять или че? Вон, блин Вообще-то у меня достаточно Обратно Подожди Я там только что был Ну вы и мористы, конечно Ну ладно Погнали Сейчас я чуточку быстрее проеду Мастер-класс От Так Давление в шинах Говорит мне Помогите Колесам Практически пришла Кобзда Ну раз мы снова здесь Можно подъехать И забрать Якорь, который я туда выложил Чтобы забрать какую-то хрень Д А Да нахрен мне ваш металл нужен Мне вот якорь гораздо Больше пригодится В этих непростых делах Короче, очень странные здесь способы Размещения Разного деталья В машине Надо очень ловко переключаться Между Понижайкой И блокировкой дифференциала Вот, например, сейчас Без понижайки И без Без диффа Мы бы тут не вылезли А так мы можем попробовать Даже забраться Вот на этот камень Который слева Вот так прям Сурово Жестоко Давай, давай, давай Цепляйся Цепляйся Ты же на подскученных колесах А если лебедкой зацепиться Нифига себе лебедочкой Такую тушу вытянуло Вообще Как нехер делать Так, возвращаем давление В обратное состояние Остаемся на полном приводе Все-таки на оффроуде Как-никак И ловко забираемся На гору Вот так вот Большие молодцы Во время любой экспедиции Можете эвакуировать Свой транспорт на базу О, это самое приятное Выбейте базу С помощью И воспользуйтесь Эвакуировать И припарковать машину А Я все поймаю, конечно Но Но как Найдите базу с помощью И воспользуйтесь Эвакуацией Может быть Это наши основные задачи, да? Это оно? Это первая экспедиция А как я должен Сюда эвакуироваться? О Внезапно Внезапно Получилось нажать туда Так, все Давайте заглушимся Тут топлива нет рядом? Вообще никакого А, ладно Теперь надо подъехать Вот в это место Я так понимаю Это станция технического обслуживания, да? Ебой Так Возвращаемся в штаб И резко сразу все открыто Хе-хе-хе Нормально Так Окрестность Металлодетектор необходим Я для такого задания Выбираю Шниву Ниву В инвентарь ей добавим Конечно же Это дело А металлодетектор Это что? Дальная А я походу Не могу на нее поставить Устройство Металлодетектора Может металлодетектор Есть на этой машине Не наблюдаем Не наблюдаем Так, как тебе убрать? Эм Бэкспейс Окей Так Лунивый у нас тоже нет Потому что он есть здесь recap интересный металлодетектор карбоновый тяжелый бампер разное силовой каркас поставим почему нет аварийный запас м спиловой бампер диски красивые в цвет машины подвеска лифт лифт комплект шины грязи вы о черт у меня бабки кончились ну ладно может хоть инвентарь бесплатно дадут да это точно с этим проблем нет световой маяк дальномер давай видеокамеру возьмем будем снимать наши файлы и поехали необходим положительный баланс а а есть у меня какой-то склад это все денег стоит да продать понятно значит это я взять не могу чисто с голой жопой на льдине сейчас собираемся ехать тусить ну погнали постройка модулей 10000 чё угорать так эль это фары у нас но модуль я никакой построить не могу у меня вообще в целом ни хрена нет будем ездить заниматься собирательностью какая резвая машинка мы вот сейчас только не переворачивайся пожалуйста да 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 вот так рукой еще подопри все нормально а у тебя шноркель есть вся такая красивая усиленная по моему без шноркеля в воде мы сразу крякнем короче выглядит очень глубоким это небольшое озеро яхана таха полный привод давление в шинах давай 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 ну ё-моё блин на полном приводе ты серьезно как ты могла вот так взять и сдаться здесь давай-ка без переворотов дикая дерзкая пуля резко на было сразу назад так давление вернем обратно хасаним на полном приводе какая инопланетная штуковина наверху стоит прям стоять ту 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 а есть у нас дрон например покажи мне насколько сильно мы в жопе ну вот я хотел бы сказать что мы здесь могли бы спуститься но нам надо было ехать в объезд все понятно поехали по краюшку по краю сносим кактусы они еще и к нам цепляются а да тут не высоко целом в целом тут можно аккуратно спрыгнуть вот так практически ничего не теряем не все хорошо держимся шины давай пониже понижайку неполную блокировку дифференциала и только не падай в воду пожалуйста и в обморок тоже не падай здесь какое-то болото мне кажется может тебе понижайку выключить о как резко рвануло сразу да так 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 шина плохо понятно на спущенных шинах быстро ездить нельзя удивительно что они получили урона при таком ударе нас так кидануло мы колесиком прям бодро врезались так у нас уже этот маячок сигнализирует о том что где-то есть металл необходимый нам только не тони пожалуйста не тони давай воды не нахлебайся а то работать перестанешь давай всеми силами всеми правдами и неправдами вот так вот молодец умничка давление в шинах возвращаем на место вот хорошо хорошо идем давай давай молодец молодец мы давай 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 оп мы близки к цели пол бака топлива нету значит обратно мы не вернемся ух блин ну сейчас засадим машину здесь короче полностью вот так и с этого места мы продолжим уже в следующий раз такой вот коротенький ролик ознакомительный с этой чудесной забавной игрой отчасти но при этом приятной классной и красивой спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки оставляйте свои комментарии и до новых выпусков пока 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 пока